Господин Руссо, вот как нам сделать экономические чудеса? Что необходимо для экономического роста? И в каком направлении вообще должна двигаться тогда экономика Молдовы? Ну, знаете, вот на самом деле у меня нет ни одной какой-то собственной идеи, какой-то тем более, типа, вот как талантливой. Просто мы скромно наблюдаем за процессами в мире. Вот процесс следующий, что американские экономисты, то есть это, понятно, ведущая экономика мира, глобальная и так далее, американские экономисты просто скромно подсчитали, что к 2024 году, это всего лишь через два года, 52% всей экономики Америки будет IT-related, то есть как-то связан с информационными технологиями, 52%. То есть это, включая вот пошив тапочек, так сказать, там, добычу угля, там, и вот все-все экономики, 52% связаны с информационными технологиями. Еще там пару лет позже это будет там 56%, еще пару лет позже, 60% и так далее. Хорошо это или плохо там в целом для человечества, я не знаю, как бы, но вот этот процесс существует. Что это означает для нашей маленькой стороны? Это означает просто какой-то абсолютно невероятный клондайк, скажем так, потенциальных заказов сюда, вот на наш регион. Каких заказов? Ни в коем случае не заказов, так сказать, на разлив вина. Это все-таки очень благородный, очень красивый, древний, так сказать, род деятельности, но очень лимитированный. В Европе каждый год уничтожают примерно 500 тысяч декалитров вина, просто чтобы цены не опустились ниже, чем цена на воду. То есть вот они вынуждены просто каждый год уничтожать огромное количество вина, чтобы вот как-то поддерживать, так сказать, цены на воду. То есть виноделье это не совсем перспективный? Это очень, еще раз говорю, это очень благородный, очень красивый, очень со старыми традициями связанный вид деятельности, его надо максимально сохранять как-то вот, ну даже как традицию, да, даже как предмет нашей гордости национальной и так далее. Но в плане экономики, с экономикой это почти ничего общего не имеет, то есть это не имеет никакого там перспективы, никакой вот в настоящем экономическом масштабе. Ну практически то же самое можно сказать, в принципе, во всей нашей агрикультуре, да, она существует, да, мы вправе ею гордиться, потому что она натуральна, она придает прекрасные продукты с очень хорошим вкусом. Но это тоже нужно хранить как вот какую-то вот славную традицию нашего региона, поддерживать, максимально сохранять. Значит, но это тоже не может стать двигателем экономики. Потому что еще в начале 90-х, когда были первые политические визиты в Америку, в них тогда уже участвовал, как бы, и слышал просто, вот как наблюдатель, скажем, вот о чем просили, о чем говорили наши политики того времени. Они говорили о том, что единственное, что есть вот в Молдове, и вся ее перспектива, и, в общем, это наше все абсолютно, это агрикултура. Мне было 25 лет, по-моему, я себе задавал вопрос, подожди, но вроде бы в Америке агрикультура составляет 4% экономики, составляла в 95-м году. Сегодня она составляет, наверное, 2% или меньше, как бы. Кроме того, ее десятки лет американская правительство субсидирует, чтобы она нормально существовала и могла похоронить население, и как бы даже эксплуатироваться и так далее. Все это как бы ничтожная доля экономики в развитых странах.